В Красноярском море захватили воздушные змеи. В эти выходные на водохранилище прошел чемпионат города по сноукайтингу. Это когда на ногах лыжи, а в руках кайт тот самый воздушный змей. Наша съемочная группа наблюдала за стезаниями. Правда, ничего общего со спортом в них не нашла. Смотрим сюжет. Пока одни покоряют склоны, эти люди седлают ветер. Сноукайтинг – так называется их спорт. Здесь и парусная регата, и лыжные гонки. Эти люди – участники чемпионата города. Его дважды переносили, потому что провести такое мероприятие не всегда просто. Его главным организатором можно назвать ветер. Когда его нет, не помогут ни лыжи, ни кайт. Выступают спортсмены на Красноярском море. В их лексиконе для него есть даже соответствующее название – спот. Трасса полтора километра, жесткие правила, строгое судейство. Только на соревнования это мало похоже. Любительская очень большая составляющая. В первую очередь сюда пришли любители этого спорта. Можно проходить какие-то маршруты. Там 10, 20, 30 километров. Были попытки пройти 100 и 150 километров. Так можно заниматься акробатикой. Это прыжки, соответственно. Резонный вопрос – кем надо быть, чтобы освоить сноукайтинг? Лыжникам или парапланеристам? Знатоки без раздумий ответят – надо быть романтиком. Хотя занятия – это не из дешевых. Стоимость одного только кайта достигает 90 тысяч. Но экстремалов цена не смущает. Было бы желание, тем более, что причина всегда найдется. Зачем? Для расширения границ ощущений, расширения возможностей. Кайт – это не только гонки, кайт – это путешествия. Сноукайтинг – молодой вид спорта. Ему всего 70 лет. В нашем городе осваивать такой способ передвижения вообще начали только в 2000-х. На ногах могут быть как лыжи, так и сноуборд. Научиться этому несложно. Достаточно 2-3 занятия. У нас есть живой пример – Александр Мартынов. Он года 4, по-моему, назад встал первый раз на кайт, покатался. И буквально через месяц были соревнования краевые, в которых он уже участвовал и занял тогда, по-моему, то ли второе, то ли третье место. Победой в таких чемпионатах можно сделать реальную спортивную карьеру. Только это участников, похоже, мало волнует. Ведь когда дует попутный ветер, регалии уже не имеют значения. Виктория Лопатайте, Евгений Шестаков, 7 канал.